всем привет из солнечной греции с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом ну вот июль месяц пролетел уже это идет своему завершению но я хочу снять мой отчет за месяц июль показать что я вышивала чем я занималась мои впечатления и эмоции ну и так далее ну и первый первый самый важный процесс этого месяца это набор от дизайн 1 дима и нженс античный шарм вот на картинка набор это сборка фирмы клубок желаний это так сказать реплика я делала обзор показывала все рассказывала ссылку оставлю можете зайти посмотреть все внимательно ну и к вашему вниманию я представляю то что у меня вышелось за этот месяц то есть я начала в этом месяце этот процесс и вся вот эта красота вот эта вкуснота вышелось у меня в этом месяце почти половина если мы посмотрим на схему вот такая вот здесь у меня схемка вся не помещается в кадр и схема не вся вот по схеме я нахожусь на данном участке где вот вышиваются предметы половина схемы находится вот здесь на этом уровне то есть до половины у меня остается совсем чуть-чуть вторая часть схемы мне кажется она будет намного проще потому что там вышивка полукрестом есть не зашитый участок конечно даже будет дом давайте покажу поближе картинку чтобы вы сориентировались о чем я говорю да вот я нахожусь на вот этом участке то что у меня будет меня ждет много крыши но ждет еще интересный интересное крыльцо домик цветочка окошко сегодня интересно вышивается вот здесь не зашивается но дерево я предполагаю здесь будет полукрест хотя я еще не смотрела по схеме вот но в принципе в принципе самая наверное трудоемкая часть это вот именно вот эти детали потому что здесь идет часто смена нитки очень много цветного бэкстича я даже думаю что я не весь его выполнила есть некоторые штрихи которые я буду вышивать потом ну я уже сейчас не буду вдаваться в такие прям совсем мелочи и детали хотела показать вам основную картину вот то что получается я сейчас сняла боковую натяжку поэтому у меня снова немножко так пружинит боковая натяжка у меня здесь стоит собственного изготовления на очень очень сильно очень жестко и при вышивке у меня создается именно барабанная натяжка очень хорошо вышивается комфортно мне все нравится вышиваю я на основе 14 аккаунта то что было вложено в набор ничего не меняла и вот хочу сказать что так как я цепляю мои крючки за вот эту нить которая обработана была основа знаете я думаю что вот нам начнет у меня рваться это не в какой-то момент но эта нить такая плотно что она выдерживает даже такую очень сильную нагрузку сильную натяжку и она не порвалась ну дальше будем надеяться что так будет продолжаться что все выдержит не порвутся ниточки потому что без них мне не за что зацепиться и сделать боковую натяжку ну ладно давайте вернемся к самому процессу моего впечатления мои эмоции ну и конечно же детали эмоции море это такая конфетка которая вот пришлась именно в нужное время в нужный час я вспомнила что мне есть этот набор и приступила к его вышивке мне хотелось вот этого вот глотка лета отпуска знаете вот уехать на дачу вот забыть о каких-то всяких делах просто переключиться и так как на тот момент было невозможно переключиться единственным приключением для меня было это вот в моих мечтах фантазиях вышить себе вот эту дачу и представить что я нахожусь в отпуске вышивается на самом деле очень очень легко так как здесь много полукреста вот это все полукрест много здесь деталей их тоже вышивать интересно несмотря на то что нитка меняется часто но ты видишь что появляется какой-то элемент и спешишь ты хочешь поскорее его вышить сделать бэкстич чтобы уже полюбоваться готовым результатом поэтому вышивается на одном дыхании несмотря на вот эти вот все такие знаете мелочи вот здесь где вышиваются очень много полукрестов крестов много бэкстича если вы присмотритесь так давайте увеличу давайте я увеличу вот вот чтобы вы понимали о чем я говорю вот очень много здесь разных переходов и деталей скатерть и полукрест и крест и вот разбросанные эти крестики и бэкстич разного цвета и черный коричневый сочетаются и белые в одну нитку и две нитки то здесь очень идет такое детальная детальная проработка но вышивается как я сказала даже бэкстич и все эти детали с огромным удовольствием и получается очень красиво насыщенно ярко столько разных предметов интересно интересно вышивается с настроением я знать я рекомендую этот дизайн всем вышивать кто любит дименшинс кто любит вот такие вот домики вкусе посмотрите какие хорошенькие вот это мне нравится повозка очень реалистично она здесь выглядит и я здесь балдею от зеленого цвета яркие сочные краски и крест и полукрест используются ими очень красивые цвета мне зеленый здесь очень очень нравится я получаю удовольствие ну вот еще по мелочам давайте посмотрим что здесь вот такой велосипед вот она старинная стиральная машина может быть и женщины некоторые вспомнят когда были вот такие вот терки да и на них терли вещи стирали руками шляпка тут шкаф посуды тарелки кувшины клеечки корзиночки красивые кресла да видим что там есть мягкие подушки не плетеные цветочки в цветочках нет французских узелков я вот сейчас смотрю и думаю что надо что-то здесь прикрутить чтобы было по объем вот такая бочка стоит кувшины везде какие-то сосуды очень много-много всякого всякого находится собрано в этом месте идет распродажа да вот старых вещей это такой базар все что мне нужно люди вынесли из дома и то что хочет может прийти и приобрести вот из этого всего вот такая вот получается картина вот получается у меня за этот месяц практически половину я вышла я очень довольна результатами мне здесь все нравится и ниточки и схема с очень четкая понятная единственная по схеме прошлый раз это то же самое было линии разметки вот по десять клеточек они очень-очень слабо напечатаны очень бледно напечатаны и мне приходилось вручную сидеть но схему склеила это понятное дело а также пришлось сидеть и еще расчерчивать вручную эти вот разметку 10 на 10 надо будет написать девочкам все не обратят на это внимание не знаю но для меня это очень важно я по разметке вышиваю ориентируясь по разметке поэтому я хочу чтобы границы были видны прям четко четко вот ну а в целом я довольна набором очень мне нравится планшетки сейчас принесу покажу так принесла планшетки извините ниточки тут у меня спутанная их не разравнивала ну просто вот хочу показать как удобно работать этими планшетками не нужно никаких органайзеров не нужно что-то придумывать вот это тот набор который можно открыть и сразу приступить к вышивке ничего не нужно сочинять вот посмотрите каждый цвет я показывала до значок номер написано что крест полукрест не нужно искать ключ берешь планшетку находишь свой значок сразу видно как нужно вышивать этот значок крестиком по крестиком во сколько сложений вот единственно бленды но можно смотреть да вот это единственное все остальное здесь все прописано замечательно они плотные они заламинированные поэтому не рвутся они но ничего не с ними не случается очень удобные планшетки они небольшого размера помещаются в мою коробочку поэтому вдвойне мне удобно и вообще приятно вот это мой главный процесс процесс номер один этого месяца но не только этим процессом я занималась давайте перейдем посмотрим и другие мои процессы еще один процесс которым я занималась в этом месяце который слава богу у меня немножко сдвинулся с мертвой точки это мой наборчик сделать своими руками волшебные часы вышивка шерстью я этот процесс начала несколько лет назад вышивался у меня вышивался отложился ну в общем знаете перешел в такую стадию вяло текущих отшивов решила я потихоньку взяться и хоть и по нескольку ниточек вышивать и слава богу он у меня сдвинулся процесс пошел и я вышла достаточно много в этом месяце сейчас я вам покажу в этом месяце и значит я вышла примерно вот так у меня было бы что часы вот вот этот весь кусок я вышивала уже в этом месяце и этому очень рада потому что близится завершение я не люблю чтобы у меня прям процессы вообще были заброшены и не люблю их действительно вот выбрасывать если уже начался мне нужно его завершить это дело уже второе буду я его оформлять сразу не сразу вообще буду оформлять не буду оформлять это уже другой вопрос но завершить него надо значит здесь у меня еще будет бэкстич нужно будет вышить также и бэкстич на всех этих зданиях первоочередная задача сейчас дошить хотя бы вот этот участок где у нас здесь вот это здание чтобы потом вышить бэкстич чтобы потом переставить кюснапы вот такая задача есть на чем поработать но пусть идет как идет главное чтобы хоть несколько дней в месяц и я могла заниматься этим процессом могла браться и вышивать его я думаю что вот хотя бы такими темпами будет вышиваться конечно прикольно шерсть пухленькие крестики ну вот процесс такой небыстрый у меня получился к сожалению ну что делать некоторые процессы видите берешь и они полетели некоторые процессы они стопорятся бывает такое вот сейчас смотрю на дома на этот город и вспомнила недавние наши здесь потрясения в Греции первый раз в своей жизни я почувствовала что такое землетрясение я сама с Украины и у нас землетрясений не бывает вообще вот но раньше не было сейчас не знаю уже все так меняется вот вот а здесь же в Греции сейсмическая зона очень часто по чуть-чуть потрухивает да ну такие небольшие амплитуды часто слышны там в три в три балла да вот неделю назад у нас было пять и один но к счастью всего пять секунд честно вам сказать я так испугалась честно испугалась очень сильно у меня сразу паника я теряюсь я не знаю что делать куда бежать куда стоять кого спасать и что делать конечно это для меня был шок я сразу звоню мужу ну может привык к таким вещам пошутил и как бы от сердца у меня отлегло ну дело в том что удар был в принципе такой неплохой пять и один нас спасло то что всего это было пять секунд поэтому не было никаких то разрушений ничего ну у кого-то в домах там может что-то с полок упало у нас ничего не упало вот пережили мы и такие события ну вот давайте перейдем теперь к другой вышивке посмотрим что я еще вышивала так ну а еще в этом месяце я вышивала моих сов но к сожалению вышивала совсем мало я буквально дошила здесь у меня был такой кусок недошитый чтобы выровнять ряд и переставить кюснапы кюснапы как видите я переставила все стало размечать расчерчивать чтобы посмотреть какой участок мне нужно еще вышить у меня осталось по этому набору вышить три листа вот такие вот три листа вот есть схемы здесь у нас вверх ногами показано это не имеет значения здесь у нас восемь с половиной на шесть с половиной клеточек да вот такой вот лист три листа мне нужно вышить и когда я дошила вот этот кусочек мне казалось что все три листа это будет уже совсем мало я переставил кюснапы стала расчерчивать чтобы посмотреть какой объем мне нужно выполнить и когда я увидела вот этот большой большой кусок вот до сих да вот такой большой кусок как-то мой жар пыл под устал мне захотелось переключиться на другой процесс на другую работу но хочу вам сказать что результатом я очень довольна то что получается очень красиво реалистично кастом крафт я прям полюбила очень сильно но вышивать в данном случае только вот эту работу настроиться вышивать ее мне сложно здесь идет такая однообразная гамма палитра цветов что в какой-то момент у меня просто вот все знаете переела я этих синих цветов синих серых и хочется переключиться вот ну что хочу сказать да конечно планы здесь у меня пошли все прахом я ее быстро не смогу закончить я это уже понимаю но буду хотя бы понемногу брать каждый месяц и понемногу ее шить пусть хоть небольшими рядами какими-то частями она продвигается так будет больше толку чем совсем она будет стоять и ждать неизвестно чего вот поэтому будем шить будем шить ее и когда-нибудь она закончится завершится обязательно этот момент настанет и я думаю что с гордостью я буду вам ее показывать моих сов этих красавенных сов вот смотрите вот как картинка так все и получается вот один в один шикарный будет результат вот ну что здесь у меня вот такие продвижения это не все чем я занималась в этом месяце есть еще одна работа вот к ней мы и перейдем ну и еще один проект над которым я работала в этом месяце это вот эти котики от Dimensions кто за кем наблюдает прекрасный прекрасный сюжет дизайн любимый и этот дизайн стал виновником тому что организовался наш совместный проект мои любимые коты 2 вышивая именно этот дизайн у меня всплыли воспоминания о первом проекте как мы весело вышивали котов к тому же сейчас прошел перевыпуск Леонардо и знаете вот это такая волна такая волна ожидания что вот на этот Леонардо то что было недосягаемо столько лет и искали и подбором и так вот столько было сложностей а теперь он есть в доступе и девочки покупают и вышивают это тоже такой вот стимул он у меня тоже лежит Леонардо к сожалению не оригинал но буду вышивать что есть уже вот и поэтому я предложила отзыв у девочек нашелся есть любители котов вот мы собрались и вышиваем сейчас наших котиков я очень старалась я прям хотела завершить полностью этот участок но к сожалению времени не так-то было много поэтому не завершила но хорошо продвинула вышли вот попки котиков они у меня были полностью не вышиты вышились попки и практически один кот уже готов и вот эта часть у меня тоже была почему-то не вышита остался такой кусок мне пришлось дошивать бэкстич вот на этой коробке на которой они сидят тоже пришлось вышивать его не было у меня ну в общем работы сделано много но к сожалению вот времени хватило чтобы прям все-все вышить завершить вот я думаю что в первых числах августа конечно как говорится не планирую но хочется завершить эту работу я на ней работаю постоянно возвращаюсь снова и снова по чуть-чуть вышиваю вот видите прогресс есть осталось уже вот оно вот оно хотя здесь смотрится что пятно то не большое но тысяч крестиков здесь огого здесь много конечно есть на чем работать ну будем прикладывать усилия идти к завершению обожаю эту работу нравятся нити цвета сочетание что и птички и кошки и и работа несложная вот если кто-то думает вышивать работа несложная много полукреста много не зашитых участков ну вот наверное самое сложное это может быть сами коты хотя и они вышиваются очень легко просто здесь крест и идет смешение цветов как бы такой объем а все остальное тут видите совсем по чуть-чуть там практически вышивать нечего вот вот такая вот у меня красота получается если кто-то еще не слышал о сп моей любимой коты 2 оставлю ссылочку можете ознакомиться о правилах совместного проекта приходите всем рады вместе всегда веселей ну что это все процессы июля месяца которыми я занималась всего 4 но с хорошим прогрессом я с собой довольна я очень рада что у меня снова есть время вышивать на этом у меня все желаю вам хорошего настроения конечно же легких крестиков ну и до новых встреч пока пока субтитры 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 Продолжение следует...